Мы не прекращаем этот поток, прямо буквально, событий, связанных с тем, что что-то открываем, что-то запускаем, вручаем автобусы, специальную технику, автомобильный транспорт и так далее. Все это действительно продолжается, политика, которую мы вместе с вами, дорогие друзья, проводим. Необходимую спецтехнику последние несколько лет районы края получают регулярно. К примеру, вакуумные машины и экскаваторы-погрузчики. В этот раз в Новоалтайске вручали минские самосвалы МАЗ. Ключи от них подарили главам 20 муниципалитетов. Чижижскому району передали сразу два экземпляра из-за удаленного расположения и особенностей рельефа. Проехать там может не каждый автомобиль, а поставлять уголь, для которого предназначены самосвалы, надо регулярно. Контракт на поставку угля в основном заключается до железнодорожной станции. И от железнодорожной станции до районов или по району приходится развозить и для этого нанимать частных перевозчиков. Стоимость разводки дорогая получается, и это сильно бьет по карману, по экономике теплоснабжающих предприятий. Теперь затраты на уголь должны сократиться где-то на 10%. Перевезти такой самосвал может до 20 тонн груза. Стоимость одной единицы техники чуть больше 6 миллионов рублей. А какую технику желаете в следующем году? Ну конечно нам еще требуется сейчас на сегодняшний день экскаватор, для того, чтобы проводить какие-то аварийно-восстановительные работы на территории района. Потому что у нас протяженность сетей большая и удаленность от центральной части у нас села тоже большая. Поэтому иногда необходимо 2-3 единицы техники в разные территории направлять, для того, чтобы устранять все эти аварии. В общей сложности с 2020 года власти края купили 600 единиц дорожной техники на сумму приблизительно 5 миллиардов рублей. Правительство уже обдумывает следующие транспортные приобретения. Но для начала надо полностью раздать другие новые машины. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.